Здравствуйте! И сегодняшнее свое видео я посвящаю своим новым теням и немного хочу рассказать о них, потому что я уже их опробовала, покупала их 2 или 3 дня назад, вчера уже делала с ними макияж и сегодня. И начать я хочу с того, что у меня было снято видео о тенях в 4 частях, вы наверное знаете, и после этого у меня была произведена ревизия теней, то есть многие тени у меня не были выкинуты, но были, как говорится, я от них избавилась. Вот, поэтому у меня теней стало мало и стало мне не хватать некоторых оттенков, а точнее мне не хватало синих и фиолетовых оттенков. И вот как раз, это просто у меня были 2 палетки, вы наверное знаете, арктическая богиня, которая у меня все уже, я ее отдала благополучно, потому что я вообще практически не пользовалась и качество этих теней оставляла желать лучшего. И вторая палетка, это была тоже Иван, парижский вечер, и вот на замену им я приобрела одну палетку в магазине, сейчас я вам о ней расскажу. Эта палеточка называется Mild, не знаю, наверное видели такие, очень дешевые тени, в магазине они стоили 80 рублей, это просто я не знаю, насколько бюджетная для них цена дешевле, их там, у них очень мало там теней, вот, за 6 оттенков, здесь 6 оттенков. У меня это номер 14, здесь написано тени для век 6 цветные mild, это по-моему мне сказали что-то такой производитель, здесь не написано точно, но сказали что-то производитель вроде Китая, вот, но если даже это Китай, то все равно Китай даже иногда делает нормальные вещи. Вот, и хочу, ой, извините, и хочу рассказать отзыв свой об этой палетке. Ну, начать с того, что упаковка естественно очень дешевая, начну с этого, да, понятно, что надолго ее не хватит, но при всей ее этой упаковке. Открывается она вот здесь вот так вот, вот, очень трудно открыть, сейчас я постараюсь, еще изловчиться надо, вот, открывается вот так, здесь мы видим зеркало, зеркало неплохое, но я им, конечно, не пользуюсь, обычно у меня другое зеркало, и вот так вот выглядят сами тени. Не хуже я приспособила спонжики, спонжик, вернее, один от Ифраше, и также вот их родной спонжик, такой беленький, не очень хороший, но, в принципе, неплохо на него тени набираются. И давайте начнем по порядку. Вчера мой макияж был полностью выполнен вот этими вот оттенками, здесь голубой, здесь нет ни одного матового оттенка, все оттенки перламутровые, я хотела себе именно такие на лето. Голубой, синенький и темно-синий. И сейчас я вам наберу их, конечно, видно уже, что они такие вот после малого количества применения, они такие покоцанные довольно-таки, и вы, наверное, подумаете, что они набираются, вот видите, как они набираются, не очень хорошо, то есть какими-то кусками, но на базу эти тени, вот у меня вчера они продержались 10 часов, то есть и ничего абсолютно с ними не стало, они не размазались, я использовала все три оттенка макияжа, то есть от светлого к более темному переходу, и абсолютно ничего у меня с этими тенями не стало на базу, без базы, если честно, я их даже не пыталась наносить. Вот такие оттеночки, на мой взгляд, вообще просто замечательные, что-то наподобие таких оттенков я вот присматривалась, было в Фаберлике, то есть там были такие вот блестящие, голубые, как раз и фиолетовые тоже оттеночки, но в Фаберлике, конечно же, цена совсем не такая, здесь очень бюджетно, и говорю, что у меня не продержались долго эти тени, на самом деле они именно вот так вот и выглядят на веках, как здесь, то есть они очень яркие, мне эти тени понравились, тоже могу сказать, что я их советую. Так, и следующие три оттеночка тоже я вам сейчас покажу, это вот такие вот, это сиреневый, светло-сиреневый, более фиолетовый такой и темно-фиолетовый. На самом деле, при цветопередаче на глазах, вот здесь вот, между вот этими оттенками не очень большая разница, но есть, и вот здесь тоже так же, то есть они мягкий, плавный переход получается. И здесь с оттеночкой я начну, наверное, вот с этого, потому что он все-таки самый светлый здесь, это светло-сиреневый, дальше такой сиренево-фиолетовый и темно-фиолетовый. Ну вот темных цветов больше всех почему-то, хотя странно, на самом деле, наверное, надо было наоборот сделать, потому что темные мы, наверное, тенями реже пользуемся. Ну здесь вот сделано так, но ничего страшного. И сейчас покажу сводчики этих оттеночков. Тоже так же абсолютно, накрашено тоже у меня было ими утром, а вот сейчас до сих пор, у меня сегодня фиолетовое. Вот эти тени, все цвета, они с перламутром, но на темных оттенках, здесь, наверное, больше видно, что более такой перламутр раздержанный, чем на светлых. Но и это не мешает выглядеть недешево, я бы сказала, потому что эти оттенки смотрятся недешево. Вот такие сводчики этих теней, понравились тени. Ну, конечно, единственный их минус, уж которому можно притраться, даже два минуса. Это первое, конечно, то, что упаковка такая вот дешевая, да, и то, что сами тени, видите, как они, вот у меня были использованы буквально несколько раз, уже видно в них какие-то такие, как проплешинки, что ли, да? Ну нет, ну что вот они неровные, так вот набираются. Это их минус, конечно. Упаковка, ну я не буду к ней придираться за такие деньги, еще и зеркальце здесь есть, еще и сами тени такие. Вот такие, здесь вообще много теней, вот, то есть за такие вот средства. И я могу еще придраться к тому, что, нет, они не осыпаются, здесь все нормально, то есть они не осыпаются, но у них очень неприятный аромат. То есть запах этих теней оставляет желать лучшего, и он, конечно же, такой дешевых теней, именно вот запах. Если кому это интересно, хотя мало, наверное, кому это интересно, как они пахнут. Но пахнут они горьковато, на самом деле, такой горько, какой-то затхлый аромат. Да единственное, к чему можно в этих тенях, на мой взгляд, придраться. И вот как они набираются? Ну меня эти все вопросы не смущают, три, и поэтому этим теням я ставлю пять с минусом. Минус вот за эти вот какие-то небольшие недочеты. Вот такой вот мой был обзор на палеточку Mild. Еще присмотрюсь к другим, там есть более более светлые и более темные. Я выбрала более темные на лето, захотелось мне таких ярких оттеночков. Всем спасибо за внимание, до свидания.